Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Андрей Погорелов и в этом выпуске. Первый рейс уже в этом году. Пассажирские поезда должны начать курсировать до Нижнего Бестяха. Построили коровник, приобрели коров. Как грантный сельхоза помогает самозанятости населения. 300 лет полиции, патриотический десант МДД в Якутии открывает серию юбилейных мероприятий. Первые пассажиры смогут приехать поездом в Нижний Бестях уже в этом году. Глава республики Егор Борисов еще в сентябре прошлого года внес предложение о завершении строительства пускового комплекса «Тамот Нижний Бестях». В свою очередь Владимир Путин дал поручение правительству России в срок до 1 марта этого года принять меры по реализации инвестиционного проекта. Строительство комплекса планировалось завершить еще в 2012 году. В Минтрансе страны пояснили, что на достройку объекта в федеральном бюджете предусмотрено почти 2 миллиарда рублей. По факту обрушения в жилом доме для детей-сирот возбуждено уголовное дело. К ответственности привлечен индивидуальный предприниматель, который в качестве подрядчика производил строительство. В сентябре 2012 года между администрацией Сунтарского района и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на строительство 4-х квартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В декабре 2012 года жилой дом был принят в эксплуатацию и заселен жильцами. Ночью 22 января этого года произошло обрушение части перекрытия комнаты одной из квартир. Согласно заключению специалистов, вероятной причиной обрушения стало недостаточное укрепление стены в помещении. В настоящее время проводят следственные и процессуальные мероприятия по установлению всех причин произошедшего. Главу Усть-Майского района по решению суда лишили свободы на два месяца. Напомним, что Юрий Боярский помещен в Усть-Майское СИЗО. По предварительной информации он получил взятку в крупном размере от одной из подрядных организаций строящегося объекта. На него возбуждено уголовное дело за взятку в особо крупном размере. В Якутии пересмотрят подход и методы подбора и расстановки кадров. Руководитель региона Егор Борисов подписал указ. Согласно ему, в республике создадут центр управления изменениями. Преобразования должны максимально упростить систему управления органов исполнительной власти, решить управленческие проблемы, рассказывает Любовь Васильева. Василий Десяткин в госслужбе уже более 13 лет. Карьеру начал ведущим специалистом контрольного управления. А сейчас он руководитель департамента, один из составителей главного документа республики «Стратегии-2030». Василий Романович уверен, теперь каждый госслужащий будет четко понимать свой вклад в реализацию государственных проектов. Меня радует то, что все эти изменения направлены в первую очередь на достижение большой стратегической цели. Мы должны стать регионом-лидером по развитию на всем Дальнем Востоке. Не только по темпам экономического роста, но и по созданию комфортных условий для проживания жителей республики. Центр управления изменениями должен быть сформирован до 1 марта. Сейчас началась работа по утверждению концепции центра. Он будет включать 5 департаментов и 2 проектных офиса. Изменения предполагают структурные перестройки внутри министерств, ведомств и госкомитетов. При этом общее число государственных служащих повышаться не будет. Общая тенденция и на федеральном уровне, и у нас постепенное снижение количества государственных служащих. Общая тенденция в ближайшие годы будет сохраняться. И наша задача основная, это чтобы меньшим составом фактически выполнять большие задачи и с максимальной отдачей. В органах исполнительной власти республики работают 2259 государственных гражданских служащих. Теперь кадровая политика будет направлена на анализ и выявление профессиональных качеств каждого из них. Будет индивидуальный подход к профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Все эти направления принятия использования комплекса кадровых технологий, которые направлены в первую очередь на выявление, подбор и отбор лучших из лучших, проведение тестовых мероприятий, выявление минусов и плюсов у каждого государственного гражданского служащих части профессиональных компетенций. В первую очередь эти нововведения должны решить управленческие проблемы. Как считает Егор Борисов, новые подходы сократят бюрократию, устранят дублирование полномочий, перекладывание ответственности. В департаменте проектного управления к новым методам работы готовы. Обратная связь, я думаю, в процессной деятельности будет выстраиваться текущая деятельность, именно как раз-таки ориентируясь на население. То есть, грубо говоря, людей будут спрашивать, довольны ли они услугами, недовольны ли они услугами, чувствуют ли они или не чувствуют какую-то динамику работы органов власти в отношении них. И, соответственно, будут у экспертного сообщества общественности интересоваться, какие необходимо произвести изменения, и эти изменения внедрять оперативно, не дожидаясь конца года, либо каких-то... То есть это будет уже в приоритете. В конечном счете, все эти изменения призваны не столько облегчить работу управленцев, сколько сделать их труд максимально доступным и эффективным для населения. Любовь Васильева, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. В Вилюйском районе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечены жильем. За последние годы в республике активно работает соответствующая программа. Подробнее в следующем материале. Актуальный вопрос для всех субъектов Российской Федерации – обеспечение жильем детей-сирот. Если в больших городах и районах очередность продвигается медленно, в Вилюйском районе на данный момент для детей, возраст которого составляет свыше 18 лет, очередность полностью ликвидирована. Введено в эксплуатацию в 2017 году два многоквартирных дома. Это по улице Амосова, каменный жилой дом. Значит, 24 там получили квартиры. По Октябрьской дом 3 получило 15 человек. Кроме этого, приобретены жилые помещения во вновь введенных каменных многоквартирных домах по улице Шахова, Ерженикицы. На сегодня остаются свободными две квартиры в связи с тем, что шесть граждан перевели в очередь на обеспечение жильем в другие районы, либо в город Якутск. Поэтому сверка перерегистрации проводится два раза в год. В общем количестве, начиная с 2013 года, всего по Вилюйскому району были обеспечены жильем 118 детей, одним из которых является Николай Добрецов. К слову говоря, он свою квартиру получил в свой день рождения. Я свой дом получил в 2017 году, свой день рождения, 22 ноября. Я ждал этого момента 4 года. Но я уже семейный человек, уже 5 лет. Имею своего ребенка, сына. В основном все граждане довольны своими жилищными помещениями. Например, Анастасия Оржакова получила свою квартиру 3 года назад. Сейчас она в доме живет с 10-месячным сыном и мужем. Дом хороший, теплый. Ждала примерно год. Качество нормальное. В едином реестре на сегодняшний день по Вилюйскому району состоят 74 ребенка с 14 по 18 лет. И исходя по предыдущим показателям, можно с уверенностью сказать, что эти дети определенно будут обеспечены жильем. Анна Васильева, Накенди Колесов, НВК Саха, Вилюйск. Начать свое дело даже при отсутствии финансовых средств вполне реально. Помочь жителям Якутии может грант Министерства сельского хозяйства региона. Программа работает не первый год. В прошлом году администрация Октябрьского наслега горного района получила такой грант. Проект направлен на обеспечение самозанятости населения в сельском хозяйстве. На грантовые деньги построили и реконструировали три коровника. А также выкупили из других наслегов 10 голов коров и трех жеребят. Самозанятости выделили нам две коровы. Мы так рады, что поддержали наша сельская администрация. Две коровы выделили. Сейчас вот приобретаем все сами, своими силами. Я благодарю, что местная администрация поддерживает. Вилюзький район встретит патриотический десант МВД. Проект приурочен к 300-летию российской полиции и 100-летию якутской милиции. Десант сотрудников дает старт юбилейным мероприятиям, которые пройдут в течение года. На них возложены разные задачи. Это и открытие комнаты истории полиции в Сунтарском районе, а также проведение лекций, уроков межнационального общения, прием граждан и концертные программы в Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском районах. Я считаю, что это в первую очередь и патриотическое воспитание, также популяризация нашей полицейской работы среди населения. Это и прием на службу в органы внутренних дел наших жителей. И в рамках этой программы я считаю, что очень будет правильно и в плане воспитательного характера. Лучшие студенты средних профессиональных заведений получили стипендии руководителя региона. На торжестве студентов поздравил заместитель председателя правительства Алексей Дьячковский. Как особый знак, поддержки стипендии является стимулом для студентов. Ее вручают ежегодно отличникам учебы, победителям всероссийских международных олимпиад, профессиональных конкурсов. Сегодня стипендию получили 100 студентов. Я занимаюсь активной общественной деятельностью, я занимаюсь КВНом, я работаю с детьми в плане КВНа. Я руководитель пресс-центра молодежного среднеспециальных образовательных учреждений. Когда тебе дают стипендию главы республики, на тебя возлагается груз ответственности, чтобы не подвести людей. Но я этому рад, очень рад, что мне удостоили чести именно наградить стипендией главы республики Саха-Якутия. Вуз высшего полета под таким названием в Татьянин день Северо-Восточный федеральный университет открыл фотовыставку в аэропорту Якутска. В девяти рубриках представлены более 80 лучших снимков собственных фотокорреспондентов вуза. Большого внимания удостоена рубрика «Наука». В ней запечатлены моменты из жизни научно-исследовательских институтов. Чем живут бакалавры и магистры, кроме учебы, показывает рубрика «Студенчество». А самые зрелищные и захватывающие фотографии представлены в рубрике «Спорт». Экспозиция расположена на втором этаже в накопителе вокзала. Вот на эти фотографии, если посмотреть, мы видим студентов из Европы, из Азии. Этот профессор компенсует, скорее, некоторые студенты из теплых стран впервые видят снег и зиму в той красоте, которая у нас имеется. А вот о чем мы расскажем в вечернем выпуске новостей. Ежемесячные выплаты, оплата дошкольного образования не только. Как можно использовать мат-капитал в 2018 году и изменятся ли механизмы выплаты республиканского пособия? Коммунальные услуги на селе. В республике внедряют поселенческие тарифы для малого и среднего бизнеса. Как изменения влияют на предпринимателей Якутии? День студента. Сегодня в России празднует Татьянин день. История праздника неразрывно связана с Московским государственным университетом. К этому часу у нас все новости. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова